Восик, жми! До конца, давай, Восик! Давай, давай, давай! Восик жми, давай! Лучше! Еще давай! На последнее! Есть! Есть! Сейчас выйдем с вами на улицу, остановим 10 человек. Что? Не было ни разу такого. А вы не смейтесь нам. Дуже речь бачишь, нормально. В двери вхожу. Страшный раб холодильника, непобедимый. Первое место работы, потом клуб, а потом уже жена, собака, семья и все остальное. I'm going to do! Всем привет! Мы у Септум фитнеса. Раньше это место называлось по-другому. Было ли фитнес, но уже как год мы поменяли название, провели ребрендинг. Но, ребрендинг провели, наши, так сказать, талисманы, трехцветные коты, они всегда на месте. Начали цвести. Раньше вместо цветов сидел вот этот кот здесь. По утру я приезжаю в 6 часов. Кот на месте, охраняет все. Видеонаблюдение ведется. Все отлично. Три взятия на грудь. Два. Отжимания в стойке на руках под стеной. Строгих? Кто может, тот строгих. Кто не может, тот не может. Это такая игра, кто кого, кто кем начнет управлять. Вот и мне эта игра нравится не только на тренировках, но и в жизни. Я, ну, может сказать, я тренирую их, они тренируют меня. Я занималась в этом клубе на групповых занятиях. И у меня занимался здесь друг, который однажды у меня спросил, что ты там делаешь вообще? И переманил меня в тренажерку. В тренажерке я пошла на персоналки. Потом увидела, что такое кроссфит. Начала поддавливать на Валеру. Давай меня сюда забирай. Он еще и сопротивлялся. И вот так вот я внедрилась в клуб. После клиент попадает вот сюда, на нашу рецепцию. Тут его встречает доброжелательная Маргоша. Клиент, покажи, пожалуйста, вот такой усвайс. Отмечает посещение. И потом Крусику. Привет, Крусик. Получает ключик и идет непосредственно уже в раздевалку, готовится к занятию. Движение – это жизнь. Надо для того, чтобы сохранить здоровье, для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Необходимо постоянно двигаться. Машина, которая не ездит, она ржавеет. Суставы перестают двигаться. Если суставы не двигаются по полной аплитуде, то они начинают болеть. Сердце теряет… Сердце приближается, теряет гибкость сосуды. В общем, ну это уже скорее… Тут выбор стоит так. Либо ходить в зал, либо ходить к докторам. Тонкая голубая линия – это знак сотрудничества с патрульной полицией. У нас активная позиция в этом плане. Очень хорошие скидки для военных, для полицейских. Плюс, скажем так, наверное, единственный в Украине базовый бокс, где реально куча военных очень сильных занимается. Это та тонкая синяя линия, которая висит в холле. Это означает то, что здесь уважают эту работу, уважают этот труд. Люди, которые понимают, какую работу делают полицейские, понимают, какие силы они тратят на то, чтобы очистить, оградить более даже сознательных людей от той нечисти, которая творится на улице. Они просто оказывают свою поддержку, насколько они могут. О, там еще два паса килограммки! Давай, 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 давай! У меня была грыжа. Довольно-таки плохо. С позвоночником было. Сделали операцию, удалили грыжу, поставили диски титановые. Организм мой чувствую, да, я крепкий, я мозг понимает, что он может, но организм не дает те же самые веса поднимать, килограммы. Вот, и непосредственно я начал с легкого, и сейчас уже практически, ну, могу сказать, что восстановился. Ну, конечно, не к теме сам, которые раньше поднимал, но что-то могу делать. Реабилитацию провел со своими старшими тренерами, сам проводил. Вот, и сейчас очень довольно-таки неплохо себя чувствую. Оп! Зато сразу ключик прячет. Еще раз. Ноги в этой, ноги в этой. Красква. Оп! Теречек ключевый, спокойно. После того, как ключик получен, попадает вот сюда. Красное владение Катерины. Вот, такой у нас клуб, если заметили, да. Компактный, небольшой, поэтому для бара все, что могли, сделали ребята. Очень красиво организовали пространство. Великолепные мохито, очень вкусный кофе, капучино. Ну, в общем, я доволен, ну, люди довольны. Вот, это наша, скажем так, стена тщеславия. Мы славимся, Септем славится тем, что мы постоянно учимся, постоянно в процессе обучения. Каждая дощечка – это чей-то труд, тренерский труд на поприще улучшения себя самого, как специалиста. Эти дощечки – это очень подтверждение, прохождение курсов в очень престижной корпорации. Кросвет HQ. Самые разные здесь есть и специализированные курсы, и курсы левел 1, левел 2. В общем, мы восстанавливаться не собираемся. Ежегодно коллекция пополняется. Вот сейчас даже в работе уже Илана Чекмарева, еще один левел 1 в нашей команде. Поэтому растем над собой и ведем среди сердца разъяснительную работу. Ну, это после операции три месяца ты просто живешь в зале. Тренажерный зал – ты закачиваешь ногу, много статики, бассейн очень. Ну, тоже каждый день, то есть я вот три месяца, день в день. Я уже там был завседатым посетителем этого зала, студенческого. Ну, восстанавливался. У меня есть силы. От детей, которые только вот ходят в первый класс, до людей, которые, в принципе, требуют замены суставов и тренируются, чтобы оттянуть это или избежать. Весь спектр людей. По сертификации CrossFit Level 1, это я прошел 24-25 марта в Киеве, на самом деле, задумал об этом, наверное, уже давно об этом думал, и говорил с Олегом Киселевым, чтобы подготовиться полноценные дни. И мы начали где-то в районе октября уже потихоньку к этому идти. Работали с литературой, с гайдом. Я прекрасно понимал, что это довольно тяжелый будет тест, учитывая то, что, во-первых, довольно и круглая сумма, и лекторы приехали из США и в Британии, и необходимо было нормально подготовиться. Вот. И двудневный курс прошел без проблем. Все понятно, все ясно. в том, что та информация, которая была дана мне здесь, там, с помощью ребят Валеры, хватило с головой, поэтому без проблем все сдало. Как любое уважающее здесь себя заведение, из такого плана у нас есть массажный кабинет. Здесь у нас массажный столик. Тихо, уютно. Два массажиста очень высокого уровня которые принимают здесь и членов клуба, и людей, которые приходят с какими-то проблемами извне, и с проблемами опорно-двигательного аппарата, и решать какие-то косметологические проблемы, то есть антицерулитный массаж, ну и самое такое. Вот такое уютное, хорошее место. Очень сильно оторнувшись в события марта-апреля 2014 года, вот, я столкнулся с тем, что примерно в районе 9-10 мая, вот, я попал в больницу с обширным инфарктом. Меня прибили к койке, вот, и месяц, как положено до, ну, как положено по нашим, скажем так, медицинским протоколам, не давали лишнего вставать, двигаться и тому подобное. Ну, когда истек месяц, я сбежал от нашей медицины в Киев, вот, где я сразу обследовался, и мне каким-то образом предложили лечиться по европейским стандартам, то есть поставить стенд и каким-то образом продолжать, ну, обычную нормальную жизнь, вот. Ну, а так как я уже залежался и был не готов к этому, то есть задыхался от ступенек в офис, это примерно там, ну, штук семь, наверное, и так вообще тяжело было. Вот, я решил каким-то образом себя подтянуть, но, естественно, напуганный врачами, причем и в Киеве тоже. То есть для наших постсоветских врачей любое слово «тренажерный зал» не совместимо, скажем так, не с одной из болячек, но особенно с инфарктом. Постсет может дать любым другим видам двигательной активности очень много. Даже вот на крайней конвенции большой, Найковской конвенция, которая проходила в Киеве в пятом элементе, то есть я выступал с докладом на эту тему 4 часа, вот передо мной было 30 с лишним фитнес-тренеров, то есть начал я с вопроса, кто знает, что такое кроссфит. Ну, все, банальная круговуха, советское ОФП, и закончилось это тем, что люди хлопали, потому что они поняли, что кроссфит – это гораздо глубже, что кроссфит – это очень серьезная система, которая имеет под собой такой глобальный фундамент из наук таких, как анатомия, физиология, физика, и нет ничего там чувствую, не чувствую. То есть есть четкие, конкретные цифры, есть конкретный результат, ну, есть популярность, самое главное. Пришел устраиваться сюда на работу массажистом, и три месяца проходил стажировку, и меня оставили, и благополучно работал до 2014-го, потом ушел на войну, вернулся, чуть-чуть поработал, и ушел как бы в частную практику уже. А тренироваться с 2016-го, с 2017-го начал повторно, так как на войне получил ранения, и немного там нельзя мне сильно тренироваться, и пока восстановился, и услышал про Invictus Games, и пришел сюда за помощью к тренерам, они меня готовили на прошлые игры, и сейчас на эти игры уже на 2018 готовят. мужская раздевалка, это у нас зал групповых занятий и бокса. Ну да, сейчас обеднее время, занятий нет, тут группа TRX, тут групповые занятия, футбол, степ и всякое такое. Также мы здесь обучение проводим. Почала бігати, в мене біля будинку був такий футбольное поле невеличке, и я там 15 минут выходила, пробіглася, думала, я супер, теперь спортсменка, я теперь якась особлива. А потім я почала бігати там уже 2-3 км, и в квитні, когда я начала готуватися на півмарафону, я решила за 2 месяца в мене так щолкнуло, я захотела на півмарафон пробігти, за 2 месяца я решила подготуватися до 21 км, такий мажоросок зробить, и мне колена сказала таки, оу, я очка баста, вережнейше з цим, я майже перестала ходить, мені було дуже боляче, тому що навантаження дало дуже сильні, и в квитні врешті я пробігла не 21 км, а 10. И я так продовжила бігати, якось, знаешь, мне пішло це по кафе, просто спорт. Тобто не для того, а для какогось фетиша, что я така вся модно бігаю, а для того, ну, тіло мене якось по-іншому, я якось почуваю, уже якось фізично по-іншому. И уже в 17-му році я пробігла на півмарафон 21 км в квитні, и далее мне хотелось уже, знаешь, я така, оу, это космос, я пробігла 21 км, я никогда не была спортсменкой, ни в школе, ни в університете, я ходила на какие-то секции, но это было вот таке, знаешь, ну, просто ходила, никаких там серьезных змагань я на участі не брала, мне казалось, что это не моё, и тут я пробігаю 21 км, и я понимаю, что мне хочется больше своим телом працювать, и я пішла в червня, я зранку прокинулася, пишу Лені Савченко, потому что мы были в фейсбуке задружены с ней, я святкувала за ней, и за Валерикой с 7-м, за все цією тусовкой, все, что происходит, и меня космос прям, знаешь, вот тянуло. Я записалась на… с Леной мы домовились, я записалась, я начала ходить, и уже вот в червня цього года у меня будет рік, как я занимаюсь кроссфетом, да, у меня будет речница. Я считаю, что и женщины, и мужчины одинаково должны быть подготовленными, сильными, уверенными в себе. Мужской вид спорта, я не знаю, для меня может быть там футбол, наверное, там… какой-то… ну… а тяжёлая атлетика в сочетании с гимнастикой и лёгкая атлетика, ну, ничего у них мужского, они универсальные, они делают одинаково красивыми и сильными оба гендера. и детей, и взрослых, и пенсионеров, и мужчин, и женщин. Ну, в спорте я, можно сказать, четвёртого класса, я профессионально играл в футбол, тренировался всё, но потом, это уже было в университете, получил травму и пришлось с ним закончить. Всё время проиграл в футбол, можно так сказать, а потом вот пришёл, ну, понравился кроссит, когда я восстанавливался после операции, и так, сам тренировался, тренировался, потом хотел всё больше, 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 потом закончил тренерские курсы, и… я учился в Киеве и работал в Киеве, а потом, там, череда всяких происшествий, я приехал в Николаев на работу. Ну, вот так вот. Ну, реабилитация тяжёлая, конечно, штука. Да и не хотелось бы вообще попадать после какой-то травмы, вообще, ну, это очень сложная вещь. Когда ты уже, конечно, попал в травму, тебя надо период реабилитации, да? К этому вопросу нужно подходить очень издалека, потому что, если начать опять, если это был спортсмен, да, он получил спортивную травму какого-то вида спорта, то непосредственно он хочет обратно, вот, думает, ему сделали операцию, или, там, сняли гипс ему, там, да, вот, он непосредственно по своим физическим возможностям, да, он, там, крепкий был, и он сразу может то же самое начать резкими движениями вот этими, а это всё может быть привести обратно к травме. Здесь наша задача – это непосредственно плавно войти, восстановить человека, не дать ему резких каких-то таких порывов, которые он мог до этого раньше сделать. то есть, всё постепенно, поэтапно, потому что происходят очень, ну, такие шаги, которые человеку обратно надо вставить в русло, вот, и, ну, что ему сказать, мы ставим так, чтобы восстановить то, 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 сделать всё конкретно так, чтобы он обратно мог себя чувствовать полноценным человеком. что по, что дает мне, собственно, сертификат level 1, я могу официально преподавать CrossFit в любой точке мира, ссылаясь на источники CrossFit, я могу не только вести, там, детский, ну, и взрослых. Не сертифицированные специалисты, в принципе, не имеют права преподавать CrossFit и ссылаться на это, потому что, ну, это, как правило, какие-то самоучки, и, скорее всего, они не совсем владеют методологией и техникой выполнения этого упражнения. А когда ты проходишь непосредственно у сертифицированных преподавателей, лекторов, то, ну, как бы, ты находишься уже в международном реестре тренировку CrossFit, и тебя можно найти, собственно, в интернете, там, на официальном сайте, что-то, и где ты есть, сколько ты, ну, ты преподаешь, и тому подобную информацию довольно открыто. Мне легче найти, как бы, в этом плане. Три, пятьдесят секунд! Три, пятьдесят секунд! Возраст-то начинал учиться в школе при Советском Союзе, ну, тогда была широко распространена система ДЮС США, то есть все тренеры из ДЮС США, они всегда были на связи с физруками, ну, естественно, там, каких-то более-менее талантливых детей сразу выдергивали, там, долго играл в футбол, но, тем не менее, показывал хорошие скоростно-силовые качества, и потом так сложилось, что где-то в седьмом классе или в шестом начал заниматься легкой. Потом меня передали в такое более узкоспециализированное заведение, это училище Олимпийского резерва города Херсона, там проучился семь лет, вот, потом институт нашей семьи Сухомлинского, ну, и, соответственно, тоже параллельно занимался легкой, но потом жизнь заставила бросить спорт, в принципе, о чем не жалею совершенно, потому что уже к тому моменту травм было предостаточно, вот, и начал работу фитнес-тренером. В кроссфит пришел благодаря своему коллеге на тот момент Паше Маскальцу, он, как такой молодой человек, активный, где-то нашел, нашел сведения какие-то об этом кроссфите, показал, это очень было похоже на то, что мы делали на легкой, я уже к тому моменту занимался Тирексом полтора года, уже вышел на Платон определенное, было совершенно неинтересно, результатов никаких, вот, и тут кроссфит, ну, и вот, закрутилось, понеслось, но я не вижу, не знаю, сейчас не представляю каких-либо причин, либо не вижу там конца совершенства, так сказать, не вижу причин, по которым я могу бросить, потому что это идеальная система, в принципе, как специалист еще и тренажерного зала, специалист физической культуры, нет более совершенной системы, которая сможет сделать человека здоровым, подготовленным, равно здоровым. Время участие в Invictus Games, там есть шесть дисциплин, и я выбрал, есть гребли на концептах, одна минута гребли и четыре минуты гребли, максимальное количество метров надо прогрести, и мои виды спорта, это гребли четыре минуты и стрельба из лука, вот, ну, стрельбу из лука я не тренирую, так как негде, но у меня просто хорошо получается, а на гребли я готовлюсь к четырем минутам, и каждый день тренировки, каждый день занимаюсь, занимаюсь, стараюсь. Это наша спа-зона. Не каждое, скажем так, Николаеве заведение, по-моему, мы единственные, кто может похвастаться такой спа-зоной. Здесь бассейн, оборудование для аквайробики, у нас шикарный тренер по аквайробике, очень людям нравится, великолепная атмосфера, очень хорошие результаты, все для этого есть. Опять-таки, есть массажный стол, если люди арендуют помещение для компании, то массажист прямо тут, не отходя, не выходя из спа-зоны, то есть делает здесь массажи. Финская самна, совсем недавно поменяли, из хорошего дерева, рабаш, совсем недавно поменяли каменку, то есть новая финская каменка. Хаман. Любимое место не только клиентами, но и персоналом клуба, очень помогает в восстановлении, а также в решении каких-то косметологических вопросов. Труднее всего тренировать, наверное, детей и людей, зашоренных какими-то стереотипами. Вот это сложно, потому что иногда бывает очень сложно себя сдерживать, чтобы не спросить, что, когда человек задает вопрос какой-то очередной. Вот это сложно. А от того, мужчина, перед того или женщина, для меня нет никакой проблемы. Сложно разменчивать пласты ненужной какой-то неправдивой информации, что колоть в живот, чем мазать подмышки и все такое, чтобы похудеть. Вот это сложно, а все остальное это не сложно. Конечно же, с детьми, либо с людьми с какими-то с ограниченными функциональными возможностями, тяжелее всего. То есть с этими людьми, ну, какие-то движения, которые человек делает сразу, с ними нужно очень долго оттачивать движения. В принципе, но зато, когда они уже это делают, ты получаешь больше морального творчества. Сегодня я! Сегодня я! А завтра вся моя семья! А завтра вся моя семья! Иди за кофе в поливан! Иди за кофе в поливан! Сюда я пришел очень давно, это уже, наверное лет семь, но именно Кроссфит это ... год-полтора, но это, ну, качалка и вообще каково, И Валеру тоже очень знаю давно Именно поэтому, в принципе, в этот зал и пришел Ну, как уже сказал, начинал все с качалки Потом заинтересовался, смотрю, что вы здесь делаете Кроссфит, да, ерунда, ваш кроссфит Но все равно попробую Ну, вот как попробовал, так и остался Около 14 лет это место называлось эльфитнес Буквально в прошлом году эльфитнес сменил собственника Ну и, соответственно, за этим последовал ребрендинг Что сейчас септем? Септем это все лучшее, что было в эльфитнесе Плюс еще более прогрессивное направление Септем это 7 по-латыни 7 самых популярных направлений Кроссфит, функциональный тренинг, реабилитация, детский фитнес СПА, групповые занятия и реабилитация Молодая команда совершенно Обновленный состав Все хотят работать Все хотят улучшать качество работы Все горят Все за движение вперед Не оглядывается никто назад В этом главная вещь эльфитнеса В окна моей квартиры выходили на фитнес-зал И я смотрела, как занимаются учатами на фитнес-зал Ну не мои, знаешь Кожному своя Знаешь, им круто, подобаются результаты Есть, которые они хотят, супер А меня тянуло на таке Я очень рада, что я пошла сам на кроссфит И сам в септем Потому что тут команда людей, которые развиваются Это важливо Знаешь, что эльфира стараются команду постоянно прокачать Постойно какие-то навчания Они увеличивают свой уровень И мне это понравится За это я очень ценю свой зал Куда хожу Давай, Гарриев Гарриев думает, ты что это ты делаешь? Давай, давай Посоветовался с одним из тренеров Которого знаю уже очень давно А именно Селена Владимировна Сорченко Вот Она сказала, что специально для меня подберет Необходимую, ну скажем так Необходимую программу С тем, чтобы я не помер в зале после этого Вот Страшно боялся Ну честно Потому что начал я с того, что я Как сказать, на рецепшене И там, где занимались Оставил все необходимые препараты Чтобы мне, скажем так Померить не дать Ну, нитроглицерина, эрозоли Там и все такое прочее Там они до сих пор и лежат Вот, к чести наших тренеров сказать Я за Почти уже 4 года ни разу не пользовался Сосфит бесконечно масштабируем Как в одну, так и в другую сторону То есть В одной группе могут быть собраны люди Совершенно разного возраста И совершенно разных уровней подготовки Грамотный тренер Обладая навыками масштабирования Сделает так, что Каждый из участников группы Получит определенную нагрузку Такую, как надо Скажем так, намеченный стимул Но, тем не менее Будет оставаться в зоне комфорта То есть Одни и те же движения Такие, как подтягивания Можно масштабировать Совершенно разными способами Кто-то будет делать подтягивания груди Кто-то будет выполнять прыжковые подтягивания С отталкиваниями на пол Кто-то будет делать тягу тела в кольцах И это будет сохранена плоскость Будет сохранен стимул Точно так же и С количеством повторений И с отягощением Производятся расчеты И, в принципе, один и тот же комплекс Он будет выполним всеми участниками группы Кроссфит он для всех Мы сейчас выйдем с вами на улицу Остановим 10 человек Они каждый сделают по нескольку приседаний И я найду, что предложить им Вернее, я найду, что сказать им Что может предложить им Кроссфит Потому что Кроссфит он для жизни Шикарное место атмосферное Все, кого мы сюда приводим Остаются просто в захвате И киевляне И одесситы Всем очень нравится Сделали мы его по технической необходимости Потому как Нужна возможность Для того, чтобы сбрасывать снаряд на пол Второй этаж не всегда позволяет Это, то есть Ну, какие-то моменты Именно технических характеристик Здания не позволяют Поэтому так получилось Давайте посмотрим Здесь все отлично Это наш Наш боевой костер Вот Это тоже Тренерское место Тренерский трон Вот такая штука Иногда здесь набивается по 15 По 15-20 человек Поэтому Скажем так Есть в планах Аккуратненько Так вот Всех поставить Выбить вот эту стену И прихватизировать Еще соседнее Точно такое же здание Для работы есть все Есть куча грифов Куча блинов Продублировали все кардио Тренажеры Можем пройти Посмотреть Слэмболы Слэмболы Кири Набор гантелей Разных весов Всевозможных Тумбочки Для отжимания Для бросков Меща Вот это дело И в моем Смотрел Какого-то Товлица Но посчитал Что уже чересчур Поэтому Так Критиво Подошли И хорошие Такие мишени Придумали Такое у нас Классное место Я и групповые веду И персональные тренировки Деток ДЦП тренирует У меня Ходит группа Деток Вот так вот Я что участвую Что в индивидуальном зачете Что в командных соревнованиях Мы ездим Вот На этих выходных Мы были в Киеве Выступали В индивидуальном зачете Можно сказать Не очень удовлетворен Своими результатами Можно было Намного лучше Но Что имеем То имеем Есть на чем работать Есть что разобрать И двигаться дальше Вот так вот Не могу Пробовать Холька В плане начальства Очень большая благодарность Действительно Человеческое отношение К спорту И Очень крутую встречу В этом плане Очень поддерживать Мое мнение Что учиться Всегда есть чему И если человек Не развивается То он деградирует Но нету Чего-то среднего И Я люблю учиться Но времени Никогда не хватает Поэтому Приходится выбирать Выбирать Для себя Приоритеты Для меня Приоритет Это Развитие В той сфере В которой я работаю То есть Чтобы Всегда развиваться Поэтому Я получил Высшее юридическое Образование Стараюсь постоянно Обновлять Какие-то знания В нормативно-правых актах И естественно Физическая форма То есть Это спорт Ну Всю жизнь в спорте Как бы От этого отойти нельзя Поэтому Стараюсь развиваться Вот в этих двух направлениях Но Интересы Очень обширные То есть Во многом То есть Это и астрономия И Ну Много чего История И так далее Зиму Вперше У меня зима Когда я жутного разу Не хворела Ну Так что Так же Такие Давайте Чекпоти Я жутного разу Не хворела Плюс В серпні Минулого року Я вирішила Готуватися До марафону За 42 км И в жовтні Я пробігла Я не 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 пробігла Шматком Лайнап В кінці Знаю Коли ти просто На фініші Валишся З ніг Да Було боле Ну Звичайно Навантаження Сильні Але Зрозуміла На наступний день Я вже займалася Своими справами Тіло Відновилось Дуже швидко І я зрозуміла Що Це за рахунок Кроссфіту Системно Будем говорити Про те В першу чергу Тут важлива Звичай Там Добавилось Осколки Звичай Будь в тренде Поймати Волну Мейнстрима Не являясь По сути Идейными кроссфитерами Либо специалистами В этой области Для того Чтобы Не попасть Мимо Необходимо Прежде Уточнить В какое место Вы идете Афилирован клуб Не афилирован Есть ли Официальная лицензия Из Америки От кроссфитерами От корпорации Которая Да Здесь Вас будут тренировать Достаточно Качественно Но Это еще не дает Гарантий Узнаете Какой тренерский состав В клубе Как часто он Проходит обучение Как Какой фидбэк в соцсетях От пользователей Посмотрите их Это не обязательно Но Тем не менее Если атлеты клуба И его тренеры Выступают В соревнованиях То это значит У программы Которая есть В клубе Которую предлагают У нее есть Определенный запас Прочности И если атлеты Показывают результат То вам Как Человеку Который не ставит Перед собой Каких-то запредельных задач Методического запаса Хватит с головой Присадитесь В стульчик И вы чувствуете Как у вас растягивается Задняя поверхность бедра Прижаты Вот вы зафиксировали ТРХ Больше Пониже Да Больше сидят Так Теперь руки Вот Теперь присели Что это? Это функциональные петли Стропы Которые крепятся К потолку Или к стене Ну к чему угодно И С их помощью Спортсмены Или любой Пользователь Работает С весом Собственного Тела Здесь Фишка в том Что Человек Любого уровня Может заниматься С этим В этом направлении Независимо Там Это Или Ребенок Или Человек В возрасте Там Нету Никакой Векторной нагрузки К примеру Если Штангу Мы можем взять Вверх И Если Электронная нагрузка То есть На позвоночник Такая компрессионная То В Терексе этого нету Это Говорит о том Что Этот вид Достаточно Хорошо Переносится Людьми У которых есть Какие-то проблемы С позвоночником Эта вещь Больше Ребилитационная Прекрасно Прорабатывает Мышцы Туловище Кора Которые Как раз Крепят Позвоночник Жестко Зажимают И Как бы Помогают Людям В плане Укрепления Мышечного Корсета Вверх И так Делаем Дис 12 Раз Ты делаешь Движения Обычные приседания Тяга В процентах 90 Неправильно А кроссфит Это показывает И объясняет Как это сделать правильное Чтобы поставить правильные шаблоны Чтобы ты там В 70 лет мог садиться глубоко И твои суставы Все работали правильно И у тебя там не было Никаких травм с позвоночником И с теми же суставами Это самое первое правило Любого тренажера надо Не навредить А потом уже постепенно Улучшать подвижность Того или иного сустава И Ну там И тому подобное В детском кроссфите Так Все неоднозначно На самом деле Здесь Возраст От Ну примерно 7 лет Желательно Иногда берем и Младше детей Но все таки Зависит от Восприятия ребенка Много 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 Детей есть Которые Какие-то Они воспитывают И Ну С этими проблемами Мы все решаем И Непосредственно И Удаляем Много По большому счету Много Весовые Вид спорта Но если Понятно Во всем Подходить С умом То есть Не посмотреть На ютубе ролики Как мужики Что-то поднимают Прийти в зал и горячиться Пытаться Повторить А Обратиться К профессионалам И Постепенно Разучивать технику И поднимать Веса Это очень здорово Это учит Держать спину Ровно Это Учит Правильным Двигательным Шаблоном В любой ситуации То есть Будет человек идти Падать Там Подскользнется Где-то Что-то Поднять Переставить Он не допустит Ошибки В отличии от человека Который там Допустим Ну Че далеко ходить Сейчас Посмотреть на дачах Как люди копают огороды А потом Ой, я копал огороды Я Лежу Не могу сказать Вот Я летом собираюсь Опять На обследование Ну Пока я себя чувствую И собственно То с чего я начал Что Ни один из лекарственных Препаратов В зале я не принимал Вот Ну Говорит о том Что это достаточно Полезно Вот Но Меня Просило Предупредить Профессор Что все очень Индивидуально И Именно Подобным Типом Как мне Надо Обязательно Заниматься Под наблюдением Тренеров И контролируя Свои показатели В первую очередь В 80-90 Я еще была в ухо Щоб я могла Работить то, что я хочу А не быть Знаешь Щоб я могла Всі свои радіозные планы В свои 90-80 Реализувати Какие операции Вступают В городе У нас еще Никто не проводил Таких следам Мы были первыми В декабре И Было заявлено Около 20 детей Это было довольно-таки Неплохо Были призы И Угощения Для детей В принципе Мы оценили Эту работу Довольно-таки Неплохо Планировали дальше Проводить Соревнования Приглашать Людей Гостей Из других городов Одессы, Киев Кто приедет Отозвется Вот Надеемся Что это будет Довольно частое Явление в нашем городе Украине Этим мало кто занимается Но за последний год Только Одесса провела Соревнования По детскому Именно Китс Вот Бежи Да Бежи Давай Это не мое первое место работы Именно в спортивном клубе Я работал и в Киеве В трех клубах Понимаете Этот клуб Он дает очень многое То есть Я общаюсь с людьми Которые Ну Тоже в этой сфере Мы общаемся Мне это очень нравится Мы Поддерживать клуб Это движение То есть CrossFit движение Он поддерживает И это очень классно Потому что Он заинтересован в нас Как В тренерах Как в атлетах То есть Это очень хорошо И он способствует всему Чтобы мы развивались Чтобы мы росли Это очень хорошо То есть Я вижу В дальнейшем Это только перспектива Только будущее Светлое будущее Например Меня Для этого Первый раз Сел на концепт Где-то В двадцатых числах февраля И в апреле Уже выступал И Получается Показал Восьмой результат У меня был Общий Ну На минуте Свой рекорд Тут побил Я тогда 346 метров По-моему Сделал за минуту Как бы Свой рекорд Который я здесь сделал Я побил там Я был доволен А сейчас Готовились на 4 минуты Вот Люди Люди стоят В очередях За грифами А у нас Ставить некуда Поэтому В нашем клубе Вы не будете ждать Пока освободится Нужный вам снаряд Это наша Стена Тщеславия Наш клуб Активно Принимает участие В международных соревнованиях Поэтому Вот Три Крайних старта Вот Начиная с 16-го года Мы не приезжали Не возвращались Из-за границы Без трофея Всегда Это первые места Валта Это 17-й год 17-й год Это 16-й год В Венгрии Это в Италии Мы в 17-м году Победили Вот Это также Наши Наши Клиенты Наши Наши тренеры Это все их достижения Ну и сейчас Мы готовимся тоже С серьезными С серьезными Европейскими Мы вон там Через месяц Отправляемся защищать Свою титул в Италию Получили приглашение Вот организаторов И отобрались И был трехнедельный отбор И мы сейчас Отобрались на очень Масштабный Против форум В Берлине И поедем Поедем Защищать Цвета Нашего флага И Эту эмблему В Берлине Из Самое прикольное – это наше общение, нашей команды. Мы сейчас в основном выезжаем только на европейские соревнования, но иногда в Украине что-то посещаем, но так, не сильно. А так мы выезжаем, это такой мини-отпуск, где мы ржем как они в этой гостинице, сотрясаем самолеты, поезда, подшучивая друг над другом. У нас команда Саша, Одессит, Ярощук, Мелька, Валера, и мы очень жестко друг над другом издеваемся. Это, наверное, самое прикольное, что есть. Ну, помимо того, что мы там соревнуемся с людьми, скажем так, из другого мира, вот эта вот возможность вырваться из своей среды, вот эта, наверное, самая кайфовая. Я иногда выкладываю посты в Фейсбуке, и я задоволенна, на самом деле, тем, что 90% комментариев, не много людей, но 95% комментариев – это переважно слова «поддержка», або какое-то там, знаете, питание, типа, серьезное. А таки невеликий отсутствие тех вопросов, типа, проблемы со спиной будут. Вот, изменится геометрия твоего тела, и тут такой грандюозный коментарь, про то, что мои плечи, нибудь, то сбільшиться. Ну, тут уже рік, бачишь, нормально, в двері вхожу, тут все окей. Як Валера, каже, для того, чтобы твои плечи выросли, а цим треба працювати, задачу такую треба поставить. Я такую задачу з Леною своим тренером не ставлю, тому, слава Богу, мои плечи мені подобаются, все, как бы, с плечами все нормально. Тут треба грамотно подходить до того, чему ты ходишь в зале, для каких задач. Хтось хочет, дійсно, більше плечи, в моем случае все, слава Богу, так, як я захочу. Спорт, клуб – это вся моя жизнь, которую я посвятил с детства. То есть, как и работа, как и хобби, мне это нравится, я иду сюда с удовольствием. Работаю, выкладываюсь, нету работы, конечно, скучно. Это только то, куда мне хочется прийти обратно. Такой вот клуб и работа. Только моя работа, потому что сначала это были тренировки, потом тренировки стали работой, и как бы, когда ты тренируешься и занимаешься, и плюс твои друзья тоже всем этим занимаются, то это, наверное, половина жизни приблизительно. Здесь действительно даже не дружеская такая более семейная атмосфера, куда хочется приходить. Ну, то есть, здесь этот тяжелый труд, эти штанги, они идут в удовольствие, потому что здесь всегда коллеги, которые тебя поддержат, которые вместе с тобой. Поэтому сюда прихожу с удовольствием. То есть, после тяжелых смен я здесь отдыхаю. Здесь отдыхаю морально и физически. То есть, сюда хочется приходить. Обеспечить людям возможность как-то функционально двигаться. Мы разделили наш зал на две зоны. Функциональная зона и зона тренажеров, куда я вас поведу чуть-чуть позже. Ну, а функциональная зона, как видите, пять концептов отличные. Два еще скерга, еще байки здесь продублированы. Точно так же, около тонны даже больше блинов, гири, мячи, валики для мобилизационных процедур, геометрические тумбы, GHD. В общем, у нас есть все для того, чтобы качественно проводить тренировочный процесс всем. Начиная от кроссфикеров, заканчивая пауэрлифтерами. То есть, любая функциональная, наша функциональная зона готова принять человека, который видит себя в развитии в любом направлении функционального тренинга. Я поставила наступную мою цель. Это сотка, это 100 км, это ультрамарафон. Ультрамарафон, это 14 годин. Ну, с каким-то там дается возможность перерывы, потому что ты можешь водички попить, там, швидко перекусить, но протягом 14 годин ты бежишь дистанцию в 100 км. И это одна из моих наступных целей. Цели далее еще там Ironмени и так далее, но это трошки далее, там я еще, знаешь, трошки обережу, что туда смотрю, но пока у меня такая цель, это сотка. Ну, вот в эту неделю буквально я бежу, ну, это уже на півмарафон, это 21 км, для меня это уже не такая, но это такой физический для меня выиграл. И еще Лена буквально нещодавно запропонувала взятие участие в змаганиях атлетов аматері. И где по кроссвету, где я тоже, боязко, звичайно, трохи мне, но я думаю, что мне хочется, хочется попробовать себя и там. Я вам так скажу, первое место работа, потом клуб, а потом уже жена, собака, семья и все остальное. Она смирилась, она верит в победу, и я сейчас тренируюсь каждый день, и все свободное время, если клуб закрыт, вот завтра, например, я иду на стадион и бегаю, потому что у меня расписаны тренировки ежедневные, и я не могу пропустить, потому что мне нужен Сидни, мне нужно попасть в сборную. Как я уже говорил, у нас персонал очень высокого уровня, опять-таки, все материально-техническая база позволяет проводить ивенты и тренировочные занятия любого масштаба, поэтому даже профессиональные спортсмены используют нас как базу для подготовки в межсезонье. Олимпийский чемпион Саша Абраменко очень долгое время занимался у нас, и реабилитировался после травмы. Оля Харлан, когда находится в Николае, тоже часто заезжают к нам гости. Ну, и Сережа Деревянченко, профессиональный боксер. У нас есть чем похвастаться, спортсмены любят нас. То место, в которое я иду с удовольствием, я утро просыпаюсь, и я счастлива от того, что я сюда иду. Я не могу подобрать существительное, чтобы сказать, что для меня это такое. Это такой дух счастья, наверное. Я действительно покажу сюда приходить. Мне это подходит, но в какой-то степени я это вижу на себе, невзирая на то, что я страшный раб холодильника, непобедимый совершенно. Вот, мне удается более или менее хорошо выглядеть, и себя чувствовать. Ну, собственно, и все. Здесь и есть отдых. Как говорят, отдых – это смена деятельности. Поэтому вот такой вот отдых. Всем советую, приходите сюда. Те люди, с которыми я общаюсь, мои коллеги, наши клиенты, комьюнити. Реально, у меня каждый день это удовольствие. До того, как я выбрала Септем, я переважно сладковала за этим залом. Ну, то же самое, это не в зале, а в людях, которые в этом зале работают. Тут ходили на тот час много моих знакомых, в думке которых я доверяю. Плюс позиция команды залу, и на тот час для меня громадская позиция, для меня тоже важливая, потому что хлопцы и девчата команды Септема, они працуют и в People Project, допомагающей армії, проводят эти змагания по окросу. Я знаю, что Лена и Валера працювали и по системе для подготовки військовых, для министерства саме. Ну и для меня это для меня тоже было важливо в принятии моего решения, чего я саме сюда пришла. Ну, это наш тренажерный зал, как я вам говорил, мы разделили функциональную зону и зону тренажеров. Да, может быть еще и красиво, там просторно, но тем не менее, есть свои водительные на этом месте, потому что здесь какая-таки не самые низкие потолки, 4,5 метра, здесь светло, здесь уютно. И, в принципе, за немногим исключением есть все для полноценной работы, даже тем, кто видит себя только как классический волейбилм, просто, просто, просто кач, скажем так. Ждем всех. Хотел сказать спасибо Валерии, Лене и всем тренерам, которые подтягивают мою технику выполнения всяких сложных приседаний со штангами и дают возможность тренироваться в этом клубе. Тут профессионали, тут люди своя громадская позиция, тут люди, с которыми мне кайфово, и тут люди, с которыми я реально развиваюся, просто могу прийти, відпочитить, дерваться, в другой, знаешь, в другой свете потрапить, где, больше того, тут каждую суботу приходят змагания, еще, просто люди, которые ходят в зале, и мы не те, что подобаются, вот это мы не покажем. Девушка, мы перестаем заниматься не потому, что стареем, а стареем, потому, что перестаем заниматься. Мне это нравится, и кому не нравится, это и личное дело. То же самое вчера по поводу воспитания детей возник вопрос. Окружающим людям всегда чужие дети кажутся невоспитанными, точно так же окружающим людям всегда кажется, что ты занимаешься чем-то не тем. Вот у меня поэтому вопрос. ответ однозначный. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok